Солидные призовые и престижный трофей. Международный кубок Ахмата Кадырова по вольной борьбе состоялся в субботу в Грозном. Какими известными борцами был представлен этот турнир и кто же стал обладателем заветного кубка узнаем в следующем материале. Ежегодный мемориал Ахмата Кадырова в этом году проводится в формате стенка на стенку. Международный турнир собрал 8 команд. В основном это страны ближнего зарубежья. Представлены сборной России и Европы. Отдельным составом выступают хозяева. Борцовский клуб Ахмат. Я надеюсь, что это будет способствовать развитию нашего вида спорта. Надо признать, что наши виды спорта, олимпийские виды единоборств, в частности борьба, испытывает некий застой. Россия, как основной носитель традиций этого вида спорта, обязана быть впереди всех и в плане развития этого вида спорта, в плане каких-то новаций. Я думаю, что давно пришло время в России создать хорошую мировую лигу. За зрелищем на ковре набульдали порядка трех тысяч зрителей. Ближе к финалам арена спортхола Колизей заполнилась до отказа. Гостями турнира стали около 20 олимпийских чемпионов по разным видам спорта. Соревнования на высоком уровне проходят. Ребята здесь всех знают, нет проходных. Все именитые, все хорошие ребята. Схватки очень насыщенные, интересные. Я думаю, что такие турниры нужно почаще делать. И в Дагестане тоже нужно проводить такие турниры. Борьба будет развиваться, и людей будут. Все больше и больше идти, своих детей даже отправлять будут многие. Интересные людей. Как шоу, можно сказать. Звезды мировой борьбы находятся как в ложе почетных гостей, так и на ковре. Призер Олимпиады в Рио Магимед Ибрагимов в составе Узбекистана провел три победных поединка. Однако это не помогло его команде выйти в финал состязания. По итогам предварительной встречи, финал ожидаем, пробились сборная России и клуб «Ахмат». Составы обеих команд специалисты назвали равными, но назвать явного фаворита встречи никто не рискует. Ребята достойно борются, финалы достойные. И будем ожидать. Ребята друг друга, всех основных знают, друг друга. Ну, спорт, борьба такая вещь, сегодня может один выиграть, завтра, вчера другой. Поэтому будем болеть за наших ребят, за красивую борьбу. Сегодня состав такой, равный составу. Команд 60-70% где-то. Такой состав у нас ребят. Но я думаю, у нас и первые, и вторые номера, и третьи номера, они ровняют друг другу. Поэтому хороший состав. И, я же говорю, будет интересно наблюдать за борьбой. Национальная команда вышла вперед усилиями Артема Гибекова и Слама Дудаева. Но дальше выигрывали только хозяева. Несмотря на итоговый счет 6-2, каждая встреча проходила на кале борьбы до последней секунды. Ребята готовились сильно. У нас два сбора было к этому турниру. Хотя ребята многие боролись на разных турнирах, они достойно выступили, показали характер и доказали, что Ахмат Куб самый сильный у нас. Помимо почетного кубка, чемпионам вручили командный приз 90 тысяч долларов. Премию в размере 40 тысяч долларов получили серебряные призеры. Программа «Про спорт», включающая все подробности прошедшего турнира, выйдет в эфир телеканала ННТ в ближайшую пятницу. Гамзат Нурмагомедов, Камиль Девятов, телеканал ННТ, Грозный, Чеченская Республика.